да ну и погодка василий бежит василь помаши ручки помаши ручки всем привет так я вы показывающий у нас со строй вагонка вон целый горой лежит старое железо пообещали значит металлисты приедут на газели заберут уже легче вагонку значит мы решили так бочку поставили на кирпичи и потихоньку пока идет процесс работ будем ее сжигать она даже вагонка на дрова не годится если да 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 покрупнее доски от старых стропил мы как бы договоренно заказчику можем складировать на дрова там пойдут в баню отложить вот то что показывал я в баню в аналитетах с крыльцом случилось вот его уже нет вот такие дела это второй день стройки добрый день с вами компания крупмонтаж меня зовут мороз алексей рады приветствовать вас на нашем проекте строим каркасный дом компания крупмонтаж ну что сегодня второй день нашей стройки значит Докладываю, что произошло. Мы произвели демонтаж второго этажа мансардного. Полностью сняли вагонку, отключили электроэнергию, проводку старую сорвали. Здесь была перегородка, все двери удалились, вынесли мебель, сняли ковролин. С погодой, как видите, не повезло, только начали разбирать кровлю, хотя смотрели с лодки погоды, пошел такой мелкий дождик. Хотя погоду сегодня, я смотрел с лодки, и завтра, кратковременные дожди, неделя будет сухо, но это ладно, мелочи. Пока ребята разгружают пиломатериал, расскажу о появившихся проблемах. В этом случае, я хочу сказать, что пол, который мы вскрыли, я даже вскрыл одну доску, половой рейки, посмотрел из чего он состоит. Начинка, брус 150 на 50 идет, от стены до стены. В этом случае, я хочу сказать, что пола, вибрация, на него ставить перегородки, какие-то подпорки исключено. Это первая трудность, значит, потолок нашего второго этажа требует подпора. И здесь пролеты больше 6 метров, значит, этот момент мы будем тоже решать, обыгрывать, ставить подпорки. Возможно, даже с первого этажа. Значит, вот эту перегородку мы будем удалять. Вот эта перегородка с груза мы убираем. Эта комната у нас над гаражом, в предыдущей серии я рассказывал, здесь просто будет кровля. Остается вот эту перегородку тоже будем убирать. И стена переносится еще на 3 метра в ту сторону. И получается у нас квадрат где-то 10 на 10. Так, сейчас я вам хочу показать, какой провис второго этажа, потолка, и почему он получился. Вот, это будет видно вот наглядно. Значит, так как здесь предыдущие хозяева, видимо, решили сделать широкую гостиную, так сказать, без перегородок, без колонн, подпорок. Вот. Но это дало свой минус. Потому что пол второго мансардного этажа, или потолок первого, он стал вибрировать, как я показывал. Потому что пролет вот от той стенки до этой, 6.30. Вы представляете, на таком расстоянии от той стены до этой, 6.30. И от этой стенки, соответственно, до той, 6.30. Вот, получается, у нас квадрат, вот я даже снимаю вдоль, я не знаю, если вам видно, заметно провисание потолка. Вот. И у нас получается квадрат такой, значит, на который ставить подборки нельзя. Я вообще-то планировал, вот здесь есть санузел. Вася, включи там свет води. Вот здесь санузел. Я пытал, я думал на этот угол, на втором этаже поставить подпорку. Значит, разобрать полы и продлить, поставить подпорку. Вот, так сказать, на второй день, на второй день, она мне помогла. Ну, оказалось, я вскрыл полы. Это просто фальш-стена. На нее надежд никаких нет. Значит, ну, хочу подытожить второй день нашей стройки. Проблемы я обозначил. Есть у меня уже наметки. Можно попробовать крышу сделать, так сказать, из ферм без подпорок. Ну, пока это еще не окончательный вердикт. Так, по поводу батареи, значит, тоже решили. Сегодня будем снимать. Нашли, значит, в подвале есть слив воды. Здесь в батареях, в системе не замерзающая жидкость. Надо в баклажке в подвале слить, слив системы сделать. И тоже мы второй этаж удалим все эти коммуникации, обрежем и снимем батареи. Вот такие планы на сегодня, пока идет дождь. В принципе, можно сегодня еще, ну, потихонечку снять окошко, брус, брусы разобрать, фронтоны. Потому что вот этот фронтон, например, обложен в пол кирпича. Но сегодня можем брус хотя бы разобрать. Вот за два дня, пока обещают дожди, это мы сделаем. Я особо не хочу тратить время свое и ваше, рассказывая о недостатках, которые вскрыли мы крышу, увидели. Ну, смотрите, нет ни гидроизоляции, ни контракт обрешетки. В общем, я обозначил вам проблемы в этой серии, во второй серии. Значит, производим демонтаж, строились какие проблемы с полом и перегородками. Это мы еще будем решать. На данном этапе, сейчас, когда нам позволит погода, значит, ребята продолжат демонтаж. Погода обещает нам неделю в хороших погодных условиях. И, значит, решаем, я буду воздвигать стены на 2,70, каркасного типа. И с потолком этого дома мы, значит, переносим на следующий этап. Когда стены воздвигнут, я получу четкую площадку, потому что некоторые участки еще под кровлей, мне не видно окончательно. Управляем каркасное строительство. Значит, ну, хочу подытожить. Второй день нашей стройки. Строим каркасный дом с кровмонтаж. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите, что будет в следующих сериях. Кто только что присоединился к нам, смотрите предыдущие. С вами был кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей и оператор Василий. Как всегда. До свидания. До встречи. Вот, сниму с этой стороны. Вот от крыльца уже нет и следа. Вот, в принципе, где разобранная крыша, видите, начали разбирать. Вот там будет, так сказать, дом со стенами 10 на 10. Второй этаж мы будем наращивать. Там, где осталась оцинковка над гаражом. Это мы снесем потом. Там будет или двускатную, либо от дома просто навес сделаем. над гаражом. То есть, это, как я говорил уже в предыдущих сериях, там холодная комната. От ней толку нет. В принципе, где пленка, вот с этим будем еще крышу разбирать. И наращивать стены второго этажа дома. Вот так получится у нас два этажа дома. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Продолжение следует...